Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковые залозы. Антраль. Продолжаем разговор. Иван Яковин, Радио НВ. В первой части я рассказывал о сражении за Черное море, о том, как Украина добилась феноменального успеха, выдавив российский Черноморский флот из Севастополя в Новороссийск. И теперь потихонечку Украина подбирается, скажем так, и к Новороссийску, угрожая перекрыть этот суперважный логистический путь для российской морской торговли. Тем временем, самой Российской Федерации экономическая ситуация становится все более и более сложной. Надо сказать, ситуация там настолько фиговая, что правительство России запретило опубликовать все важнейшие экономические показатели, чтобы, как говорится, не расстраивать народ, не нервировать его, не вгонять его в депрессию. И сейчас, по сути дела, единственным таким показателем, на который можно ориентироваться, стал, в общем, курс доллара. Кстати, еще интересный такой момент. На неделе стало известно сначала из публикации Блумберга, потом это подтвердил и сам Владимир Путин, то, что даже для поддержания нынешней ситуации на фронте, я уже не говорю про какие-то военные наступления или что-нибудь из этой серии, Россия вынуждена напрягать все свои последние экономические силы, потому что в бюджете на 2024 год расходы на оборону превысили 6% ВВП. Это гигантская абсолютно сумма, это 100 миллиардов долларов, если вот в абсолютных числах говорить, из которых, к счастью для Украины, из этих 100 миллиардов долларов, миллиардов 70, наверное, будет украдено, но 30 миллиардов все равно пойдут на какие-то оборонные, что-то будет изготовлено на эти 30 миллиардов, что-то будет сделано. Впервые вот эта сумма, это больше, чем все социальные выплаты и больше, чем все пособия. Срезают зарплаты врачам, учителям, госслужащим, все абсолютно сейчас идет на военные цели, все деньги уходят именно туда. Вы знаете, это особенно показательно, учитывая то, что следующий год для Владимира Путина является, в кавычках, конечно, выборным, то есть там пройдет голосование по переутверждению Путина царем, который там по недоразумению называют выбором президента. Так, и да, учитывая то, что пройдет это мероприятие, вот в такой вот год, даже в такой год, сейчас резко сокращают зарплаты, говорят, что о том реально очень фиговая ситуация с деньгами в российском бюджете, просто денег нет совсем. Ну, а россиянам такой бюджет, в общем, уже не так не иллюзорно намекает, что нафига вам жить, умираете, зачем вам жить и получать там типа 20 тысяч как врачу, или там, не знаю, 15 тысяч рублей как этому самому учителю. Зачем вам это надо? Вы идите лучше на фронт и умрите, получите за это 200 тысяч, и будет вам счастье. То есть Путин уже фактически такую некрофильскую построил державу с религией смерти, как главной идеологией этой державы, и он, в общем, готов бросить в топку войны, которая все равно не может выиграть, ну, всех, да, то есть он уже ведет войну до последнего русского, лишь бы только усидеть на своем троне. В 2022 году последствия такой экономической политики были не очень заметны. Почему? Потому что Запад по своей жадности в значительной степени, глупости, по-прежнему покупал нефть и газ. Российские очень щедро оплачивали эти поставки из Российской Федерации. Просто шел какой-то невообразимый поток денег, долларов и евро в Россию, в Москву. И поэтому Путин себя чувствовал абсолютно уверенно, прекрасно, он думал, что денег у него всегда хватит на все. И, к сожалению, если бы Запад не стал этого делать с первых же дней полномасштабного вторжения, то, может быть, война бы уже и давно закончилась. Но Запад, по своим соображениям, помогал, по сути дела, в этом смысле Путину. Хотя, конечно, помогал именно специально и ненамеренно. А вот так вот, так получилось. Ну ладно, проехали. Сейчас что происходит? В начале этого года Запад все-таки включил санкции экономические в начале 2023 года, которые против нефти и против газа. И, слава богу, что он это сделал, потому что ситуация сразу же поменялась. Количество валюты, твердой валюты, приходящей в Российскую Федерацию, сократилось по официальным данным вдвое, а по неофициальным данным так вообще в три раза. Поскольку теперь значительная доля этой иностранной валюты, твердой валюты, оседает на счетах разного рода посредников за границей. Дело в том, чтобы продать нефть российскую выше ее, выше установленного порога в 60 долларов, нужно платить там каким-то посредникам, каким-то барыгам, туда-сюда, купи-продай, какие-то серые сделки надо заключать. В результате вот эта марта, то есть нефть сейчас стоит 90, российская, она стоит 90 долларов за баррель, но вот эти 30 долларов, которые сверх 60, они уходят на всякие выплаты посредникам. Плюс, когда деньги все-таки получает российская нефтяная компания за продажу своей нефти, она эти деньги, как правило, не ввозит в Россию, а оставляет там на своих зарубежных счетах, потому что так этим деньгам спокойнее и безопаснее. И это совершенно разумная тактика с точки зрения российских компаний. Зачем деньги ввозить в Россию, где эти деньги могут в любой момент отобрать на специальную военную операцию, как это называется в России. Более того, есть еще другая проблема у российских нефтяных компаний. Значительная часть их доходов сейчас идет в рупиях, дирхамах, лирах и всяких других экзотических туриках, на которые мало чего вообще можно купить. Во всяком случае, доллары на них купить нельзя. Поэтому часто вместо каких-то денег, вместо твердой валюты, вместо долларов, евро или там йен, каких-нибудь, да, в закрома российских нефтяных компаний приходят просто фантики какие-то, которые бесполезны. Ну и, как я говорил выше, Россия полностью зависит от импорта. Причем зависит во всем, включая военные технологии, включая запчасти. И на покупку этих военных технологий и запчастей сейчас нужно все больше и больше долларов. Почему? Потому что с Россией никто не хочет иметь дело, приходится платить перекупам, каким-то посредникам, опять проводить какие-то серые схемы, контрабанды, возить из одной страны в другую, из другой, в третью, из третьей только в Россию, тот или иной узел или какую-то систему вооружения. И в результате это все приводит к катастрофическому увеличению цены всего этого дела. То есть, валюты, таким образом, подытоживаю, в Российскую Федерацию стало приходить за 2023 год гораздо меньше. Я имею в виду, когда валюты, я не имею в виду там дирхам или лиры, я имею в виду доллары и евро. Ну, в крайнем случае, юаня. Так вот, вот эта нормальная валюта стала приходить гораздо-гораздо меньше вследствие санкции. А необходимость в этой валюте возросла, наоборот. То есть, нужно этой валюты гораздо больше, чтобы в первую очередь накупить всякое-всячие для военных заводов. Там оборудование, станки, какие-то виды стали, какие-то сплавы и бог знает что еще. Оптика, например, еще. Соответственно, возникает страшный дефицит валюты. Курс рубля падает. Он за текущий год, курс рубля упал уже в два раза. То есть, рубль стоил, доллар стоил 50 рублей, а сейчас он уже стоит 100 рублей, даже больше 100 рублей за один доллар. Ну, надо сказать, что Владимир Путин человек старой закалки. Для него курс доллара супер важный, просто психологический пиар-показатель. Если курс низкий доллара, значит типа хорошо и Россия нормально развивается. Если курс высокий доллара, значит все плохо и нехорошо. Поэтому Путин очень сильно нервничает. Он постоянно обращает большое внимание на курс доллара. Кстати, то же самое делают и большинство россиян. Потому что с 90-х годов так повелось, что курс доллара это единственный доступный всем жителям этой страны показатель экономического состояния страны. Поэтому, когда курс превысил в августе этого года, курс превысил 100 рублей за доллар, Владимир Путин начал дергаться, рычать на своих, так сказать, министров, на начальника, на начальницу, точнее, центрального банка. Типа потребовал от них принять срочно меры, правительство после этого повысило налоги на всякий любой экспорт. А центральный банк увеличил ставку рефинансирования, сделав рубли типа дороже. Но дороже рубли стали в результате для людей, для простых людей, для бизнеса. А по отношению к доллару рубль все равно продолжил падение. То есть он на некоторое время, доллар он зафиксировался, чуть-чуть поболтался на одном месте, на типа 90 рублей был. И потом опять пошел к 100 рублям доллар. И в общем это было неизбежно, потому что сейчас вот доллар снова больше 100 рублей. Почему это было неизбежно? Российская экономика выглядит из-за войны, из-за гениального правления Владимира Путина, ну так как странно выглядящий уродливый мутант, который там одной ногой и одной рукой изготавливает оружие, другой делает себе железные зубы, этими железными зубами грызет собственные конечности, истекает кровью и выглядит в общем довольно стрёмно. Обычные законы экономики на такой организм не действуют, на такой экономический организм. Таблетки от кашля, знаете, помогут человеку, если у человека бронхит. А если у человека из горла торчит берцовая кость, то таблетки от кашля слабое тут ему, как говорится, утешение. Такие таблетки не сделают, не добьются желаемого эффекта. Поэтому сейчас никакие экономические меры принимаем, что правительством, что Центральным банком России не помогают. Вытащить кость из горла, вот эту берцовую, остановить войну Путин не позволяет. Поэтому проблемы будут нарастать, и нарастает просто неизбежно. В какой-то момент может стать лучше, по каким-то не очень понятным соображениям. Но стратегически путь один, путь в могилу. Тут без вариантов. Не живут такие уродцы, такие образования, такие организмы, они просто не жизнеспособны. Он помрет. Почему помрет? Помрет, видимо, довольно скоро, поскольку сейчас проблемы нарастают и накапливаются. Нет. Обычно, знаете, когда курс национальной валюты падает в той или иной стране, сразу местная промышленность оживает, потому что ее продукция становится более конкурентоспособной, как на внутреннем, так и на мировом рынке. Закон, обычный закон экономики. Сейчас этот закон нифига не действует, потому что российская промышленность со своими жалкими поделками не нужна никому. Ни внутри Российской Федерации, ни тем более на зарубежных рынках, куда ее, кстати, эти поделки еще, как правило, не пускают, потому что кому они нафиг нужны. И сидят российские там какие-то заводы, клепают, никому не нужно барахло. Единственное, это, конечно, не касается ВПК, но ВПК производят продукцию, военно-промышленный комплекс, который не увеличивает общее богатство. Потому что танк или ракета, они сделаны, и они через два месяца своей жизни погибают на фронте. Все, это исчезает, там несколько миллионов долларов просто исчезают, превращаются в пепел. Поэтому никаких перспектив развития у российской промышленности нет. Она не создает ничего полезного, вот в чем дело, и не будет создавать. Плюс продавать российской промышленности технологии для производства чего-то более качественного или чего-то более нужного никто на Западе не будет. А на Востоке у тех же китайцев таких технологий просто нет. Потому что китайцы их сами покупают на Западе. В общем, дальнейшее падение, я бы даже, наверное, прескнул предположить, что ускоренное падение российского рубля, на мой взгляд, является абсолютно неизбежным. То есть, особенно учитывая то, что пару дней назад пресс-секретарь Путина, Песков Дмитрий, сказал, что курс рубля это такой анахронизм, а курс доллара, за которым не обязательно следить, это вообще не имеет никакого значения. То есть, это означает, что они сказали народу, тут не на что смотреть, не обращайте внимания, курс доллара не имеет никакого значения, плюньте на него. То есть, они собираются отпустить этот курс, чтобы он падал, падал. Потому что Путин попытался его установить, понял, что это нереально сделать в текущих условиях. Поэтому курс рубля будет дальше падать и падать и падать. Кстати, вчера там Путин заявлял, выступал на каком-то Валдайском форуме, наговорил кучу всякой какой-то ахинеи, адской абсолютной. Курс рубля еще сильнее упал после выступления Путина. Поэтому с таким, как говорится, начальником и врагов не надо. Но самое интересное, что для меня лично, что все это происходит в условиях надвигающихся так называемых выборов. То есть, если Путин разрешил курс рубля, который он очень сильно берег и старался не давать ему упасть долгое время, если он разрешил ему обвалиться перед так называемым голосованием, значит ситуация реально фиговая. Потому что обычно Путин все-таки пытался перед так называемыми выборами всегда раздавать народу какие-то подачки. Сейчас даже, видимо, и этого народ не будет ожидать. Почему так? Потому что ситуация реально фиговая. Смотрите, насколько фиговая. Это хорошо видно на примере нефтепереработки и вообще нефтяной сверки. Казалось бы, Россия нефтяная страна, нефти залейся, самые большие или вторые правомерные запасы в мире. Делай что хочешь, можно купаться в этой нефти, делать из нее бензин, керосин, мазут, все что хочешь и просто бесплатно раздавать людям в любых количествах. Ну, в нормальной стране, в какой-то стране с адекватным правительством, может быть, так и было бы. В России, конечно, нет. Почему? Потому что... А, в России же есть еще и перерабатывающая, нефтеперерабатывающая промышленность. Огромная просто и довольно современная, потому что закупались станки, оборудование, вот эти нефтеперегонные колонны и все-все-все. Но бензина и здесь топлива в России нет. Страшный дефицит начался. С середины лета начался дефицит, он не прекращается. Почему? Нет. Потому что продавать топливо за границу для российских нефтяных компаний сейчас выгоднее, чем продавать внутри России. Правительство перестало давать российским компаниям какие-то дотации на это топливо. И в результате нефтяные компании решили, ну что мы будем терять деньги внутри страны, продавая тут дорогим россиянам. Лучше продадим на запад или куда-нибудь на восток. Бензин везде нужен. И, понимаете, какая штука. Если продавать это топливо без дотации начнут нефтяные компании, то топливо поднимется в цене в два раза. Сразу. Вот просто в два раза подскочит в цене. Как вы понимаете, даже в любой стране мира, если цена на нефть, на бензин или на дистопливо подскакивает в два раза, ну это чревато волнениями. То есть народ реально будет суперсильно недоволен. Вообще просто будет в ярости. Даже такой пассивный и ко всему готовый народ, как российский. То есть популярности Путину это 100% не добавит. Поэтому компании нефтяные, они, конечно, боятся в два раза повышать цены, чтобы не задеть Путина, потому что Путин может отобрать нефтяную компанию за такие фокусы. И они просто не продают ни бензин, ни дистоплива, просто его, так сказать, придерживают. И придерживают и продают за границу. Правительство России в качестве борьбы с этой фигней запретило продажу топлива за границу. Сказало, либо вы его внутри России продаете, либо вообще никуда не продаете. И теперь никуда не продается. Потому что заводы переполняются бензином, нефтяные компании продавать его не хотят. Заводы переполняются бензином и останавливаются. Останавливается после этого добыча, потому что нефть делать некуда. Все забирают, продавать убыток, ни нефть, ни бензин никто себе не хочет. И правительство российское видит. В стране, в которой залейся нефти, в которой есть огромные перерабатывающие мощности, вдруг все остановилось. Бензина нет, он не производится, нефть не добывается, полный какой-то капец. Все начинает трещать по швам. И правительство говорит, ладно, давайте продавайте на экспорт. Но не все, не все, точнее, не все компании, а только некоторые компании и только по лицензиям. Начинается коррупция адская, потому что все понимают, что чтобы получить эту лицензию на экспортную, надо под кого-то подкупить. Все подкупают там кого-то. В общем, в результате топливо в России дешевле не становится. Более того, оно передорожает. Во-вторых, еще и начался дефицит. Решить проблему, конечно, могла бы только либерализация цен. Либо восстановление дотаций на цен. Но дотации на бензин, но дотации правительство платить не может, потому что ему нужно деньги все вваливать в войну. Поэтому надо выбирать либо дотацию на бензин, либо война. Естественно, выбирают войну, поэтому сейчас бензина в России нет. И не предвидится, самое интересное. Потому что если все-таки, знаете, еще тоже интересно, я подумаю. Ну, возьмут они либерализацию, приведут цен и скажут, ну ладно, теперь без топлива бензин будут стоить столько, сколько они должны стоить. Это приведет моментально к дичайшему скачку инфляции. И перед голосованием за переутверждение Путина, ну это может реально шокировать россиян. И они могут даже, знаете, задуматься о том, чтобы не голосовать или проголосовать как-нибудь. Не так. В общем, сейчас с этим, ну понимаете, из-за чего все это произошло? Из-за того, что качество управления, качество менеджмента Российской Федерации ниже плинтуса. Управляют люди, которым на самом деле Россия. Которым нельзя доверить даже там какой-то ларек с сигаретами, чтобы там продавать. Да, продуктовым магазинам было бы страшно дать под ответственность. Потому что у них нет этого. Они только грабить умеют и убивать, больше ничего. И вот теперь эти люди доруководились до того, что страна с гигантскими запасами нефти, с мощными перерабатывающими заводами осталась и без нефти, и без бензина. Я с большим удовольствием поздравляю Российскую Федерацию с таким руководством. Сейчас, конечно, до марта они попытаются как-то сгладить эту общую историю, как-то доковылять до марта, когда будет, пройдет вот это самое голосование. Но потом, после марта, значит, чтобы я уверен абсолютно на 100%, что цены на бензин как раз повысят в два раза. И вот тогда-то Россия недорогие и запоют. И тогда-то, как говорится, мы и попляшем. Что видно уже сейчас? Идет, это, кстати, вот эта ситуация в нефтяной сфере, она может быть самая яркая, самая выпуклая. Ну, примерно то же самое происходит сейчас по всему спектру российской промышленности. Везде одна и та же фигня. Везде не могут власти принимать какие-то адекватные решения, потому что все их внимание сконцентрировано на войне, которую они проигрывают. И поэтому все остальное у них тоже идет через одно место. Сейчас накапливаются вот эти дурацкие решения во всей экономике. Противоречия накапливаются, которые нельзя разрешить. Точнее, их можно разрешить только завершением войны. И вот этот уродец российской экономики, какой-то кривой косой с торчащими в разные стороны ненужными и лишними какими-то конечностями, становится все более уродливым и все менее излечимым. То есть, ситуация для российской экономики реально проваливается в ад куда-то. Кстати, для Украины вся эта история с нефтью-бензином открывает, как мне кажется, интересные возможности, потому что сейчас, если нанести один или два удара по танкерам с бензином, экспортным из России, то экспорт будет остановлен полностью. И это приведет, может привести, давайте так аккуратненько скажем, к очень серьезным проблемам, если не к гибели всей российской нефтяной промышленности. Потому что без экспорта бензина, без экспорта нефтепродуктов, она реально загнется. Возможно ли такие удары? Ну, думаю, да, возможно, потому что Россия, знаете, в своих ударах не стесняется. Вот буквально вчера был нанесен абсолютно какой-то зверский, я даже не понимаю, что это за вообще какая-то ненависть ко всему живому просто, удар по селу в Харьковской области, где были убиты более 50 обычных абсолютно людей, которые никакого отношения к никакой армии не имели. Взяли и убили 50 человек просто так. Что это? То есть вот эта бессмысленная какая-то звериная жестокость, даже что-то зверей неохота обижать, звери так себя не ведут. Поразительно просто. Но Украина, в свою очередь, что делает? То есть я думаю, что удар по стратегическому нефтяному танкеру будет, конечно, гораздо менее жестоким мероприятием, чем вот это вот все, чем удар, скажем, по Харьковской области. Насколько еще, надо сказать, возможно такие удары? Я сказал, что возможно, но сейчас идут удары по энергетической инфраструктуре России. Вот это на самом деле очень интересно, потому что впервые начали происходить вот те самые беспилотниками удары дронами по инфраструктуре, которая будет влиять на жизнеспособность российского государства зимой. Как вы понимаете, Россия гораздо более холодная страна, чем Украина, поэтому остаться без электричества, без отопления жителям российских населенных пунктов будет, ну, намного более неприятно, чем украинцам. Это будет прям вот серьезная трагедия, беда и чрезвычайное положение будут. Потому что десятки, вот сейчас после, по-моему, в Курской области был нанесен такой удар, там десятки населенных пунктов остались без электричества. Если такое произойдет зимой, ну, это будет реально ЧП, причем серьезное ЧП. А если такое произойдет в нескольких местах, я одновременно, слушайте, я вот реально не завидую жителям этих населенных пунктов. Я так понимаю, сейчас Украина просто прицеливается, перестреливается, что называется, и удары серьезные пойдут. В том случае, если Россия начнет бомбить украинскую энергетическую инфраструктуру, а Россия абсолютно точно собирается этого делать, если даже почитать про российские ватные всякие телеграм-каналы, они прям призывают, говорят, давайте, давайте, скорее, скорее, бомбить электростанции в Украине. Есть чем ответить Украине на этот раз. Это очень хорошо, это очень приятно. Я прям, вот, это, это, я как человек сам, много раз страдавший от того, что не было света, тепла и так далее, прошлой зимой, я одобряю аналогичные ответные меры, считаю, что это будет правильно. Ну, и еще одна вещь, которую я бы хотел, еще одна тема, которую я хотел бы немножко затронуть, она, мне кажется, важная очень. В Соединенных Штатах Америки, как вы понимаете, сейчас, как вы, наверное, слышали, они остались без спикера палаты представителей, без нижней спикера, спикера нижней палаты парламента, и дело идет к тому, что там будет сейчас избран один из трех человек спикером, либо Джим Джордан, республиканец, либо республиканец Стив Скалис, либо республиканец, внимание, Дональд Трамп, который заявил о интересе в том, чтобы на некоторое время посидеть в спикерском кресле. Американские законы позволяют человеку, любому, по сути дела, со стороны, стать спикером американского парламента, если за него проголосуют. То есть, ему необязательно быть членом парламента. Таким образом, Дональд Трамп может стать спикером нижней палаты американского правила. Для Украины все три варианта плохи. Объясняем почему. Потому что, несмотря на то, что в нижней палате парламента американской, и, кстати, верхней тоже, большинство людей, сейчас большинство депутатов выступают за выделение Украине много миллиардного, много десятков миллиардного пакета экономической военной помощи, вот эти трое, Джим Джороден, Стив Скалис, Дональд Трамп, они выступают против этого. А в американской парламенте, вот в этой палате представителей, важно, чтобы только спикер имеет право вынести на голосование тот или иной законопроект. То есть, если эти трое не захотели, кто-либо из них не захочет выносить законопроект о помощи Украине, то такого законопроекта не будет. Даже несмотря на то, что большинство членов палаты представителей поддержали бы такой законопроект. Это очень фиговая история, фиговая, так сказать, ситуация. Ух, наверное, дипломатам надо работать, украинским, с этими товарищами. Неважно, мы пока не знаем, кто станет новым спикером. Кто-то из них, скорее всего. Хотя, может быть, еще появится другой человек. Но в любом случае, сейчас, конечно, очень серьезная может оказаться ситуация для Украины. И, надо сказать, не только я, естественно, это понимают, все понимают. И нынешний президент Джозеф Байден тут недавно выступил и сказал, что в ближайшее время он выступит с отдельной большой речью, посвященной выделению экономической помощи Украине. По его словам, это очень серьезный вопрос. И поэтому он решил отдельно высказаться по этому вопросу. Я его поддерживаю, потому что, на самом деле, американцы, те, которые выступают против выделения помощи, они не до конца понимают ситуацию. То есть, они не понимают, что если сейчас Украина, не дай бог, проиграет войну, то в этом случае в следующем, буквально через год, уже Америке придется воевать, американским солдатам придется воевать. Вот надо везде доносить до американцев эту простую истину, что хорошо, вы не хотите помогать Украине, тогда вы сами будете воевать, друзья. Вы сами будете вынуждены вступить в войну, потому что Путин на Украине не остановится, он нападет на НАТО. Хотите вы этого или нет, он нападет на НАТО. И будет война, в которой вы будете уже погибать. Поэтому, чтобы не доводить дело до греха, передавайте атаку МСФ-16 как можно скорее. И на этой оптимистической ноте я буду завершать уже, если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. До пребыть с вами силы и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова